МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях сегодняшнего дня. В Германии вышел опережающий индекс потребительского климата на июль, а Великобритания опубликовала данные по розничным продажам за июнь от Конфедерации британских промышленников. Канада представит апрельские изменения средней почасовой оплаты труда и количество занятых в несельскохозяйственном секторе экономики. А в статистике из США будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, основной индекс личных потребительских расходов, изменение уровня доходов и расходов населения, индекс производственной активности от ФРС Канзаса, а также июньский индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс, включающий в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики. Валютная пара евро-доллар по-прежнему торгуется в фиксированном диапазоне 1,1150-1,1230. Очередная безуспешная попытка пробить его нижнюю границу дополнительно подтверждает этот факт и одновременно дает хороший сигнал на покупку с ближайшей целью движения диапазона 1,1190 и дальнейшей на сопротивлении 1,1230. После роста в начале европейской торговой сессии и ложного пробития сопротивления 1,5710 курс британского фунта спустился к локальной поддержке, что с учетом отсутствия публикации сегодня существенных фундаментальных данных позволяет предположить рост, целью которого станет уровень 1,5710. Курс унции золота спустился к значению 1174 доллара и в данный момент показывает признаки разворота и возможность роста к уровням сопротивления 1,176,20 и 1,178 долларов ровно. Стоимость тройской унции серебра, пробив поддержку на 15,88 доллара, вышла из восходящего тренда и сейчас, не демонстрируя высокой динамики, движется к поддержке 15,76 доллара. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Давно хотели попробовать свои силы на валютном рынке Форекс и не знаете сейчас?